Морозы и снежные заносы Морозы и снежные заносы Основание села считается 1670 год, когда, согласно повелению царя Алексея Михайловича, на берегу реки Майна, ныне Старомайнский залив Куйбышевского водохранилища, был построен город с тыном – Майнский острог. Он вошел в подчинение приказа Казанского дворца. Острог имел 900 сажень в длину и 200 в ширину, 12 башен глухих и 6 башен проезжих, соединенные частоколом. Вокруг острога был выкопан ров. Первым воеводой Майнского острога был назначен Матвей Савельевич Салов. С этого времени люди проживали здесь непрерывно. Однако есть и другое мнение. Некоторые ульяновские краеведы считают, что на территории нынешней Старой Майны люди непрерывно жили с 3-4 веков. Первыми сюда пришли именьковские племена. Именьковская культура просуществовала на территории нынешней Старой Майны около 400 лет. Следующие пять веков здешними землями владели волжские булгары. Затем эти земли завоевала Золотая Орда. После распада Орды земли отошли к Казанскому ханству. Однако официальная наука это мнение о непрерывности проживания людей в этом месте пока отвергает. Есть легенда, по которой поселение здесь было основано чуть раньше монахами Костромского Богоявленского монастыря. В 1655 году из Костромы сюда пришли монахи. Место им показалось безлюдным, очень хорошим. Они построили здесь жилище и стали возделывать землю. Однако оказалось, что место это часто посещают кочевники. Они не раз нападали на монашеское поселение, сжигали жилище, грабили. И вот по одним из версий ушли отсюда из-за набегов, а по другим остались, и царь приказал тут острог построить. До настоящего времени почему-то никто из историков не обращал внимания на работу Чернышева, посвященную писцовым книгам Казанского ханства, в которой деревня Старая Майна упоминается под 1597 годом. В истории Старой Майны еще предстоит покопаться ученым, а мы отправились в главную историческую и духовную достопримечательность поселка – Богоявленский храм. Храм был построен в 1823 году и освящен. Храм первоначально имел два престола. Это главный престол, это в честь Богоявления, то есть Крещения. И второй предел в честь Казанской иконы Божьей Матери. А третий предел в честь святителя Никола Мирокиско-Черкотворца был построен немного позже. Поселок с историей, церковь тоже, причем храм богат святынями. Это не только признанные церковью мироточащие чудотворные иконы, но и частицы святых мощей. Тем не менее, прихожан не так много. Жители Старой Майны в церковь не торопятся. Настоятеля храма такое положение дел не устраивает. О современных нравах, святынях и храме отец Константин может говорить долго. Он по праву гордится своей церковью. Эту икону, значит, богоборцы побоялись уничтожить, и ее отправили как бы в запасники нашего краеведческого музея. И она где-то до 90-х годов находилась в подвале. И когда покойный настоятель кафедрального собора, отец Алексей Скала спустился в подвал, он увидел эту доску большую и покрытую пыльной тряпкой, и когда он тряпку снял, он увидел боголюбивую икону Божьей Матери. Она была через год передана в кафедральный собор, в епархальное управление. И год она находилась в храме неополимой купины на улице Орлова. Затем по просьбам жителей Старой Майны она была возвращена на свое историческое место. И торжественно она в 1992 году была сюда перенесена. То, что эти места были знакомы людям задолго до христианизации этих земель, трудно оспорить. Да и не нужно. Сейчас, по уточненным подсчетам, в самом поселке и его ближайших окрестностях расположено 23 археологических объекта, в том числе городище, селище, курган, острог и стоянки древних людей. В отличие от многих сел Ульяновской области, жители Старой Майны могут с гордостью заявить, здесь на самом деле была императрица Екатерина. Вот как об этом написано в летописной записи. 3 июня 1767 года к Майнскому причалу, замедляя ход, осторожно причалила зеленая галера Тверь. На пристань сошли Владимир Григорьевич Орлов, сопровождавший императрицу Екатерину II в ее путешествие по Волге вместе с братом Григорием, Бибиковым, Елагиным, Чернышевым и другими вельможами. Пересев в кареты, императрица и вельможи поехали в гости к Ивану Орлову, который жил в своем имении в деревне Вознесенское. 4 июня свита вновь возвратилась на галеру и направилась в Синбирск. Эти земли видели корабли Степана Разина, отряда пугачевского атамана Сомова. В 1785 году при топографическом описании Ставропольского уезда Синбирского наместничества записано. В Майне находится судовая пристань, где грузится хлеб и отправляется вниз до Астрахани. В те времена наши края являлись своеобразной житницей российского государства. Теперь они еще и здравница. Но об этом мы расскажем чуть позже. Пока же мы отправились в Старомаинский краеведческий музей. Рубель. Первый утюг. Потом, конечно, мы говорим, и потом уже пошел другой утюг. Это угольный утюг, который использовали тоже для оглашки, но здесь используют для нагрева уголь, поэтому называется угольный утюг. Ну и зыбка, люлька, колыбелька. Да, это когда рождался ребенок, колыбельку всегда вешали на крюк в потолке и качали, и ребенок рос. Как только ребенка вырастал из люльки, люльку снимали до следующего малыша или отдавали в другую семью, где рождался малыш. В этом музее собраны не только экспонаты, повествующие об истории поселка. Этот музей можно считать частью государственной истории, ведь со Старой Майной связаны имена графа Блудова, отца знаменитого советского альпиниста Владимира Рацека и многих других. Здесь Новопольцев записывал свои знаменитые сказки. Здесь практически все история. Всему этому духовно-историческому наследию нужна инфраструктура, и она понемногу создается. В здании ДК, где сейчас располагается Старомайинский краеведческий музей, ему тесно. Неожиданно богатая и теплая, если так выразиться, коллекция советских елочных игрушек, достойно отдельного стенда, причем не только в зимние праздники. Коллекция предметов быта, подлинные фотографии, патефон, одежда – все это разложено так, чтобы максимально использовать столь малое пространство. В таких условиях принять большое количество гостей сложно, однако в поселке решают эту проблему. У Старомайинского краеведческого музея помещения постоянного пока не было, но вот теперь оно строится, поэтому венцом туристической экскурсии совсем скоро будет вот это здание, где можно будет получить самые достоверные сведения об этом поселении. Несмотря на богатство коллекции, музей стоит в ряду многих хороших краеведческих музеев российской глубинки. Другое учреждение, которое тоже открыто для посещения в Старой Майне – музей леса. Он в первую очередь уникален тем, что стал одним из первых музеев леса в нашей стране. Гордость экспозиции – люди, которые так или иначе связаны со старомайинскими лесами. Его идейный вдохновитель и главный собиратель коллекции Николай Захарчев любезно согласился провести для нас экскурсию по своему любимому детищу. Если говорить об истории лесного хозяйства, то нельзя не сказать несколько слов о тех людях, которые внести большой вклад в развитие лесного хозяйства нашей страны и которые имели какое-то отношение к нашему краю. Ну, во-первых, хотелось бы сказать несколько слов о Петре Первом. Тоже вот блогеры, журналисты. Часто пишут, что это один из первых лесоводов, который там запретил рубить вдоль рек, поставил виселицы, строго к этому относился, то есть охранял леса. Ну, идея – это все правильно, но дело в том, что он запретил рубить леса по берегам рек для того, чтобы рубить самому. И не из-за того, что он там так любил лес, знал экологию, он это делал просто для того, что все эти леса нужны были для создания флота России. Идею создать такой музей работники старомаинского лесхоза вынашивали десятилетиями. Открыли его в 2016 году, однако он совсем не выглядит пустым новоделом. В экспозиции подлинные экземпляры книг российских лесоводов XIX века. Лесопосадочные инструменты и измерительные приборы XIX-XX веков, старинные карты симбирских лесов, протоколы 1929 года, в которых впервые поднимается вопрос о создании лесхозов в наших краях. Труд по созданию первого в области музея леса уникален. Он объединил лесоводов не только Старомаинского лесхоза, но и всей Ульяновской области, а также предпринимателей, краеведов, мастеров прикладного искусства, словом, людей неравнодушных к своему краю и энтузиастов. Захарчев благодарен всем. Шелгунов Николай Васильевич это один из известных революционеров-демократов, так даже скажем, России. О нем даже в свое время в учебнике истории писали, но мало кто знает, что он был профессором Санкт-Петербургского лесного института и в свое время жил в Самаре и описывал леса Самарской губернии, в том числе и Завожские леса. Старомайн Меликес Черемшан. Старейший лесной питомник Старомайнского лесхоза в Кандалинском лесничестве считается одним из лучших в стране. Его история началась с обычного тетрадного листка, который теперь хранится в экспозиции музея. На нем чернильной ручкой написано «Приказ номер 133 по Старомайнскому лесхозу от 9 августа 1961 года составить перспективный план организации питомника крупномерного посадочного материала древесных и плодовых культур. Прерванный отпуск, о котором свидетельствует документ, дал прекрасные плоды. На протяжении многих лет питомник в Кандалинском лесничестве удерживает звание лесной питомник высокой культуры. В экспозиции музея есть срез сосны обыкновенной жидяевского лесничества. Это могучее дерево ровесник Карамзина. Здесь собраны истории семейных династий лесоводов, краеведческие исторические фотографии и документы. Николай Захарчев и сейчас продолжает работу по научному обогащению экспозиции музея. Кстати, древность этих лесов подтверждается одним древним документом. Первое письменное упоминание о природе Старомайнского лесничества сделал секретарь посольства багдадского халифа еще в мае 922 года. Проезжая по этой территории из Багдада в Булгары, он записал «Деревья чрезвычайной длины, ствол их без листьев, макушки же подобны вершинам пальм, имеющих тонкие листья, но только эти листья сходящиеся». Так визирь багдадского халифа описывал старомайнские сосны. Во времена Петра I Симбирское заволжье было одним из первых мест в России, где производился посев желудей и их сбор для последующего посева. В первой российской энциклопедии «Древняя российская вифлеоника» есть упоминание о старомайнских лесах. Обширные леса находятся близ реки Красной при вершинах Майны и Черемшана, кои употребляются на корабельные нужды. Первый пункт по переработке лесных семян на территории современной Ульяновской области появился в 1889 году. Сарай для склада сосновых шишек и стол для сушки семян появился в селе Большая Кандала. В 19 веке во Франции бочки для выдержки коньяка делали из древесины симбирского дуба. Вкус настоящего французского коньяка по сути является вкусом наших заволжских дубров. Об этом музее леса можно говорить бесконечно, а лучше его посетить. Музей располагается рядом с административным зданием лесхоза. Далее мы отправились на берега Старомайнского залива, где сейчас располагаются базы отдыха. По мнению большинства ученых, в районе Старой Майны сходилось сразу три крупных торговых пути. Участок сухопутной дороги из Болгара в Киев, отрезок маршрута миссии багдадского халифа Муктадиара к болгарскому царю Алмушу, отрезок участка торгового водного пути по реке Майна из Варяг в Арабы. Если реальность первых двух не вызывает никаких сомнений и подтверждается источниками и артефактами, то существование последнего пути пока носит больше характер гипотезы. Однако некоторые исследователи делают особый акцент на том, что здесь была важная международная пристань, к которой приставали корабли скандинавов и булганов. В целом, огромный интерес ученых по Волжье, России, да и мира к Старомайнскому району далеко не случайен. Отрадно, что наконец-то уникальным культурным и природным потенциалом района заинтересовались и представители кинобизнеса. В августе 2012 года на живописной базе агротуристического комплекса «Русский берег» рядом со старой Майной продюсерская кинокомпания «Голден Кей Интертеймент» снимала отдельные эпизоды документально-постановочного фильма формата BBC «Русь. От заката до рассвета». Прибытие иноземных купцов на Стругах, торговую площадь в селении Руссов, водную баталию, а также похороны князя. Мы побывали в этом туристическом комплексе, пообщались с хозяином этих земель Сергеем Лаковским и отобедали. Очень интересная история возникновения комплекса на пустынном Волжском берегу. Сергей планировал заняться сельским хозяйством, точнее разведением коров. Он успешно начал это дело, однако как-то обходя свои земли, он услышал шум и увидел людей в кольчугах, которые, звеня мечами, сражались как раз в том месте, где ныне стоит здание столовой. Он подошел. Оказалось, что это ролевики, которые рассказали ему легенды этих мест. С этого события начал строиться туристический комплекс «Русский берег». Недавно здесь прошел съезд молодежи стран БРИКС. Сергей Лаковский, присутствовавший на мероприятиях съезда, проникся идеями молодых и готов к новым свершениям, причем теперь некоммерческой направленности. Здесь много разнообразных мероприятий, но я считаю, что самая яркая, конечно, это история с БРИКС, которая у нас тут завязалась. Два года назад здесь проходил молодежный такой семинар совещания молодых лидеров стран БРИКС, в рамках которого обсуждалось будущее планеты Земля. Была принята антропологическая хартия, это такой программный документ, философский, мировоззреческий документ, который, в общем-то, нацелен на то, основной его месседж этого документа, наша задача сохранить человека. То есть вызовы сейчас перед человечеством стоят именно в дегуманизации, в расчеловечении человечества, на самом деле. И вот мы, как такие цивилизации евразийские, озабочены тем, чтобы человек сохранился, чтобы культура сохранилась. И вот такой документ был принят. Он был, значит, заложен в капсулу послания будущим поколениям. И это послание сейчас вот здесь вот вы видите этот вот у нас памятник, памятник Троицы был заложен. Ну и вот начала развиваться эта идея. И вот постепенно она приобретает черты совершенно большого проекта, такого создания на этой территории нового населенного пункта, который бы вот отражал это видение, этот образ будущего. Мы называем этот проект футурополисом. Да, ну, официально это называется село Успенское. Сегодня окрестности Старой Майны все чаще привлекают туристический бизнес. Еще одна турбаза Славянское подворье стала конечным пунктом нашего путешествия. Сюда приезжают, чтобы искупаться, половить рыбу, отдохнуть от городской суеты. Величственный закат даже в пасмурную зимнюю погоду впечатляет. Совсем рядом одно из археологических мест. Не знаем, как вы, а мы решили для себя. Летом мы приедем сюда обязательно отдохнуть и не торопясь снять подробный отчет о таком интересном историческом локусе. Ульяновский туризм, наверное, как и в принципе весь российский туризм получил большой импульс к развитию, наверное, благодаря, собственно говоря, пандемии, потому что сейчас внутренний туризм начинает достаточно сильно развиваться. И поэтому если с точки зрения развития в Ульяновске, то у нас достаточно много красивых мест, которые можно посмотреть, можно, много где можно побывать, много что можно познать. С этой точки зрения Ульяновская область, как говорится, может быть, не в топе, но находится в общем-то достаточно выгодном положении. На сторожевой вышке славянского подворья заканчивается очередное путешествие кругосветки Сулправдой ТВ. В этот раз мы показали вам не только красоту природы нашей области, но и благоустроенные места, где летом можно очень здорово отдохнуть. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok